Друзья, всем привет! Сегодня очередное полезное видео со стройки. Строю каркасный дом. И еще летом, многие это уже видели, мы постелили в качестве основного чистового материала строительные плиты квикдек 22 мм толщиной. И они были сразу с ламинацией. Так как идея была быстро заехать и потом отапливаться, если необходимо, батареями или конвекторами. Так как думали, что будем использовать дом как дачу первое время. А там посмотрим. Так вот, там посмотрим, наступило уже до того момента, как мы закончили черновую отделку. А именно на монтаже коммуникаций. Стал вопрос не временного проживания, а постоянного. Можно использовать радиаторы или конвекторы, но 200 мм утепления в полах маловато для постоянного проживания. И полы будут, мягко говоря, прохладные. Побывал в домах, где используется теплый пол в качестве основного отопления в доме. И просто это стало мечтой, что когда-нибудь и я хочу ходить зимой по теплой плитке босиком. И еще с детства меня всегда заставляли надеть теплые носки или тапки. Так как полы в доме, где мы жили зимой, были ледяные. Меня это зацепило, жаль, что не сразу. Так как уже был уложен, можно сказать, финишный материал на полах. Но скрипя зубами и посчитав разницу в 30 тысяч рублей, потраченную на 100 квадратных метров ламинированного материала. То есть, если бы использовал строительные плиты 22 мм без ламинации, то потратил бы на 30 тысяч рублей меньше. Я приступил к укладке, считаю, классического пирога. Пеноплекс, трубы теплого пола и стяжка с плиткой. Благо были запасы в дверных проемах по высоте и ничего не пришлось переделывать. Пеноплекс я использовал толщиной в 50 мм марки фундамент. Вообще, даже для марки Comfort стяжка в 6-7 см будет как пушинка. Не вдаваясь в подробности, вес стяжки примерно 170 кг на метр квадратный. А прочность пеноплекса Comfort на сжатие около 1200 кг на метр квадратный. Но есть нюанс. Если взять вес человека, который опирается на площадь его ступней, то получается допустимый вес человека, который не повредит Comfort 120 кг. С учетом того, что народу будет ходить много, то материал может быть сильно измят и поврежден. Ведь походят сначала монтажники теплого пола, потом стяжечники. Поэтому лучше заплатить немного дороже и использовать пеноплекс марки Фундамент. Там допустимый вес человека уже до 250 кг при аналогичном подсчете. Тем более на рынке я забрал старые запасы практически по цене комфорта. Монтаж проводки и водопроводных труб решено было делать по полу. Уходит меньше материала. Трубы я обходил полностью, вырезая под них пеноплекс. А вот под провода делал пазы. Самый годный и простой вариант фрезером с подключенным пылесосом. Пыли практически нет. И пазы делаются очень быстро. Разметку я делал, приставив листы на место и сильно приводовив ногами. Тогда на листе остается отпечаток, по которому можно сделать паз. С трубами немного по-другому. Они в мягком утеплителе и не оставляют следа. Поэтому взял пульверизатор с подкрашенной колером водой. И попшиков немного на трубы, также прикладываю лист. И след отчетливо виден. По нему и делаю вырез. Очень просто и быстро. Всем советую. Все свободные пустоты я максимально запенил монтажной пеной. Далее на пеноплекс была уложена фольгированная чудо-подложка. Которая будет отражать тепло вверх. Ну и разметка на фольге поможет с монтажом труб для теплого пола. Я решил обратиться к специалистам, так как побоялся накосячить. Но вкратце могу рассказать, что и как. На 100 квадратных метров дома ушло почти 700 метров ПЕКС-А трубы из шитого полиэтилена. Между трубами в основном расстояние 15 сантиметров. Этого вполне достаточно для равномерного прогрева стяжки. Вообще предварительно необходимо посчитать, подходит ли такой способ основного отопления. Рассчитывается теплопотери здания, количество и площадь оконных и других проемов и так далее. После этого можно сделать выводы. То есть предварительно было все посчитано и не один раз. Так что все делается не абы как. Вкратце, теплопотери нашего дома площадью 100 квадратных метров в самую холодную пятидневку составят около 4,5 киловатт в час. Что считается довольно энергоэффективно. При примерных подсчетах на весь отопительный сезон понадобится около 10 тысяч киловатт энергии. Это говорит о том, что на весь отопительный сезон, который у нас примерно 200 дней, понадобится заплатить 45-50 тысяч рублей за электроэнергию. А если топиться магистральным газом, то тогда сумма будет около 10 тысяч рублей. Но там плюс договор на обслуживание около 8 тысяч, плюс 1200-300 на подключение, лет за 10 получается окупится. Ладно, меня занесло не в ту степь. После монтажа всех коммуникаций и труб пришло время монтажа демпферной ленты для компенсации расширения бетонной стяжки. Делается вдоль всех стен. И, кстати, оказывается, эта услуга обычно включена у стяжечников. Так что сделал немного лишней работы. И вот после всех работ и обязательного испытания труб теплого пола под давлением воздуха или воды, была приглашена бригада стяжечников со специальной машиной и специальным чистым песком. Вообще, я боялся делать это зимой, но потом понял, что переживать не о чем. Над песком и установкой для смешивания и подачи смеси из тента был сделан навес. И там включена дизельная пушка. Вообще, первый раз наблюдал, как делается полусухая стяжка. Выглядит довольно необычно. Под большим давлением по трубе подается предварительно смешанная смесь песка, цемента, фиброволокна и воды. И через специальный пневмогаситель выходит под давлением на пол. Далее, насыпав достаточно для толщины стяжки, а у нас она 6,5-7 см разглаживается. В качестве направляющих служит утрамбованный вот таким башмаком участок. На башмаке нанесена отметка. И с помощью лазерного уровня она сопоставляется с желаемой заранее известной отметкой, например, на стене. И с помощью лазерного уровня она сопоставляется с желаемой заранее. А после выравнивания раствора провилом по уровню был финальный этап – шлифовка стяжки затирочной машиной. С виду все легко и просто, но это большой труд, который требует соответствующего опыта. Засыпка занималась одновременно 5 человек. И за один рабочий день все было сделано. После этого, буквально на следующий день, необходимо проливать стяжку водой, чтобы процесс затвердевания бетона шел равномерно. Как минимум 7 дней нельзя давать бетону высохнуть, иначе он не застынет, как полагается, и может потрескаться. До полного высыхания должно пройти 28 дней. Многое зависит от температуры на улице и в помещении. Но я пролил достаточно много воды. За весь период вылил около 4 200-литровых бочки. Если бы укрывал пленкой, то ушло бы меньше воды. И вот после 28 дней ожидания пришло время залить воду в систему. Решили использовать специальную подготовленную котловую воду, чтобы было поспокойнее. По сути, это дистиллированная вода с некоторыми присадками. На всю систему ушло почти 100 литров. Заправляли, используя интересный лайфхак. В бак насоса для опрессовки был опущен обычный насос для аквариумов. Тем самым довольно быстро была заполнена система. А далее давление накачано уже вручную, как обычно. После произвелась настройка котла и выставлены расходомеры на коллекторе до нужных показателей. И вот уже буквально через полчаса начали проявляться следы от труб в местах, где стяжка не подсохла до конца. На следующий день же я пришел домой и был удивлен. В минус 15 на улице дома была температура больше 26 градусов. Я быстро проветрил помещение, убавил котел до минимальных показателей 25 градусов. А было 35. Немного позже походил с тепловизором, кстати удобная штука с Алиэкспресса. И убедился, что все равномерно греется. Еще чуть позже поставил термодатчик. И уже он сам включает и выключает котел в зависимости от температуры в помещении. Пока вариант управления такой. Позже, если будет необходимость, заведем по такому датчику в каждую комнату, чтобы управлять каждым контуром отдельно. Благо закладные на всякий случай сделаны. Осталось положить плитку или керамогранит и кайфовать. Ощущения от теплого пола офигенные. Теперь не переживаю, что отопления будет недостаточно, хоть и были 100-500 расчетов. А также моя мечта ходить босиком по теплому полу в морозную зиму, считая практически выполненной. Друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайки и пишите комменты, что думаете на этот счет. Те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на канал в телеграм. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!